Музыка Чингис Тарикулович сыграл очень большой урод в моей жизни. Я вот сейчас уже прожила большую часть жизни, я понимаю, что он мне подарил судьбу. Как важно для молодой актрисы, начинающей, непрофессиональной, начинать с настоящей литературы, с настоящего характера. Ведь я училась в балетной школе, при Большом театре, и, в общем-то, у меня все уже было определено в жизни. Я знала, кем я буду, где я буду танцевать, что я буду солисткой, все я знала. И вдруг, вот когда меня пригласили сниматься в фильме «Первый учитель», и режиссер Андрей Кончаловский дал мне сборник рассказов и повестей Чингис Тариколовича, я прочитала, и для меня целый мир открылся. И потом, вот снимаясь в этой картине, в мою, в общем-то, очень радостную жизнь до этого, ворвались вдруг боль, страдания, переживания, страшные перемены в жизни. Потому что, конечно, для того, чтобы сыграть роль Алтана, я же была непрофессиональной актористой, я должна была ее прожить. Вот я все это прожила. И тогда, вот в 17 лет, я впервые поняла, что жизнь человеческая зависит не только от самого человека, она зависит от всего того, что происходит в этом мире. Ну вот, ты уедешь, а я останусь. Пусть будет так. Пусть будет так. Ты не едешь? Я возвращаю свою. Ну, тогда я тоже не поеду. Ты должна, Алтынай. Я не поеду без тебя. Алтынай, уже пора. Я не поеду без тебя. Ты должна. Поезжай, учись, работай. Я не могу бросить ребят. Там Суван, Алтай, Калтай и замка на дверях нет. Ну, ты ведь теперь большая. Ты меня... Не забывай меня там. Стартовка в первый класс в школу увидела первый фильм тогда. Он запал мне так душу. Я все детство мечтала, что когда-нибудь придет время, и я буду рядом с Натальей Алимбасаровой стоять. И сегодня я решила осуществить свою мечту. Сегодня Наталья согласилась приехать к нам на эту церемонию. И мы очень рады следующую премию имени Чингиза Айтматова представить этой прекрасной женщине. Я думаю, за изумительное воплощение женских образов во всех произведениях Чингиза Айтматова. Мы сегодня вечером чествуем Наташу, потому что вы видели первую сцену из кинофильма «Первый учитель» и Чамиля. Героиней или главной ролью в обоих этих фильмах исполняла Наталья Алимбасарова. Поприветствуем Наталью Алимбасарову. Спасибо за субтитры Алексею Чингиза Алимбасарова, которые прекрасно получили в фильмах «Первый учитель» и «Первый учитель» и «Первый учитель». Представлены Алимбасарова. Для меня было очень неожиданно, хотя в последние годы меня все больше называют «Айтматовская героинь», несмотря на то, что я всего две героини сыграла в кино. Оба фильма получила много международных наград, может быть, поэтому зрители запомнили именно меня в роли «Айтматовских героинь». Но я никак не ожидала, что я получу премию «Айтматовская героиня» в Лондоне. Но что в Лондоне есть Академия Чингиза Айтматова, это поразительно. И вот я очень уважаю Рахиму и всех, кто ей помогает, за то, что они продолжают это великое дело. Спасибо огромное, потому что я считаю, что людям надо читать Чингиза Айтматова. И какой-то огромный мир, просто целый мир, понимаете, его героев, его философии, его отношения к людям, его описание природы потрясающее. Он просто достиг космических высот. И когда читаешь его, становишься намного мудрее и добрее, мне кажется, если внимательно читать и прочувствовать это все. И поэтому Академия, Рахима, кто всем этим занимается, делают великое дело. Спасибо им огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Академия